А вам не кажется, что текущая культура и идеология ущербана в следующем контексте? Мужчина имеет основную цель, фигурально выражаясь, замочить мамонта, притащить тушу своей ячейки общества, чтобы накормить, одеть и т.д. Затем старается или замочить больше мамонтов, или добыть самого большого мамонта. То есть, рвется доминировать, быть первым в любом направлении деятельности. Лучше всех бурить скважины, расширять территорию, зашивать пациентов, ловить преступников, сочинять стихи, готовить еду, доказывать теоремы, бороться с врагами внешними и внутренними. И все с целью создать наилучшие условия для себя и семьи, и окружения. Причем цель-то у него не меняется, вне зависимости от типа идеологии и экономических отношений в обществе. Женщина в идеале нацелена рожать детей, кормить, лечить, учить, воспитывать и т.д. Причем больше двух детей желательно. Ну, при условии, что мужчина вовремя подтаскивает мамонтов, конечно. При текущей идеологии, насколько я понял, женской особи предлагается на равных условиях конкурировать на профессиональном поприще с мужчинами. Средний мужчина лет в 35, встретив среднюю женщину лет в 35, на профессиональном поприще имеет больше знаний, умений, силы и навыков. Он не отвлекается на деторождение и дето воспитание. Средний мужчина раскатает в лепешку более слабого противника и злобно хихикая свалит в закат. Если же средняя женщина не будет заниматься деторождением и дето воспитанием, у нее будут проблемы с психикой и физиологией. То есть, нормальная среднестатистическая женщина на профессиональном поприще – это заведомый проигрыш. Вам не кажется, что текущая культура и идеология только пачкает женщинам мозги? Нет, мне кажется, так и есть, комрад.